Друзья, несколько лет назад я летел на самолете по маршруту Новосибирск-Москва И со мной была одна попутчица, я ее совершенно не знаю, но она ужасно просто боялась лететь Ее просто трясло уже просто в самолете И когда самолет начал взлетать, с ней вообще происходило что-то невероятное Соответственно, дальше она не знала, что делать в полете Тем более, что самолет, еще и пилот объявил, что небольшая болтанка нас ждет по дороге То есть все, у нее ужас был на лице, весь полет И единственное, что ее как-то маленько спасло Ей принесли бортворотники, соответственно, коньяка И она начала пить, я говорю, не надо этого делать, будет еще только хуже Я говорю, если пьете, пейте все В итоге она выпила все, упала, уснула и вот так она долетела В общем, друзья, о чем сегодня я хочу поговорить Я хочу поговорить о страхе полетов Меня зовут Павел Георгиев, это компания Георгиев Тревел Давайте этот вопрос разберем более подробно Я хочу как раз рассказать все свои советы Все, что я знаю об этом Чтобы вы летали спокойно, безопасно И полет для вас был наслаждением Обязательно дослушайте эту историю до конца И вы перестанете бояться летать Итак, друзья, давайте начнем с самого главного Чего боятся люди Я сам проходил, нет людей на самом деле, которые не боялись бы летать Это абсолютная правда И все люди так или иначе за это переживают Особенно, когда никогда в жизни не были на самолете И самый, конечно, первый страх Это, конечно, боязнь за свою жизнь Что, может быть, что-то произойдет Что вы с этого рейса не вернетесь Но давайте попробуем разложить эти страхи Как я у себя их также раскладывал Все достаточно несложно Давайте начнем с того, что самолет является все-таки самым безопасным транспортом в мире Намного чаще у нас бывают аварии Автомобильные, мотоциклетные и так далее Нежели чем авиа Я буду все здесь перемешивать со своим опытом Как у меня было в том числе Я абсолютно так же, как и вы В начале своего полетного пути Боялся летать У меня был партнер, который садился как в автобус И просто спал всю дорогу Я говорю, вот неужели ты ни разу не боялся Он говорит, слушай, боялся, но летать надо Летаю часто И я просто надоел, я плюнул, перестал бояться Один из советов самых, наверное, главных Все-таки, наверное, не даже плюнуть А вопрос, наверное, заключается в другом Летать чаще Частота полетов постепенно вас просто вымораживает, выхолаживает И выгоняет полностью страх Потому что бояться надоедает Это я вам честно скажу на своем опыте Я достаточно часто летаю Раньше еще чаще летал Когда работал я с госзаказами по России У меня было примерно три полета в неделю По России, по разным уголкам И на самом деле, ну, это единственное, что помогает справиться с этим страхом Второй пункт, конечно, главный Это сама техника Вы должны понимать, что вы не можете ее контролировать Вы сели и вы доверились пилоту Не нужно хвататься за кресло Переживать от любого малейшего шороха Звука непонятного и так далее Понимаю, многие из нас насмотрели всяких фильмов и так далее И на этом фоне возникают страхи Но давайте еще раз разберем Все-таки прислушиваться к каким-то звукам нет смысла Вот, например, очень часто люди боятся, когда самолет взлетает на взлете И начинает в нем что-то резко гудеть На самом деле, это кислородный баллон, который начинает нагнетать воздух Да, в самолет он начинает более активно работать И он гудит так И в основном люди, я вот часто встречал этого звука Начинают бояться сразу Что это, где это, что загудело У нас не так, все же нормально было Вот, поэтому на самом деле Нет смысла никакого прислушиваться к различным звукам Вы как бы не специалист Вы этого все равно не поймете Зато будете себе напридумывать Ну, а если уж вы хотите Мне кажется, вам надо полностью изучить техническую часть самолета И тогда вы будете понимать, что где как включается Что где как работает И тогда у вас эти страхи будут проходить Это тоже, кстати, в процессе частых полетов решается Потому что вы уже становитесь более наблюдательным Ага, здесь в закрылке опустили такой звук Здесь взлетел такой-то самолет У него такой-то, вот такой же звук И потихоньку вы перестаете этих звуков бояться Теперь следующий пункт Чего боятся, конечно, это турбулентности Турбулентность очень много людей пугает Как только он начинает трясти Еще говорят, пристегните ремни Все, у людей в многих также начинается паника Они иногда даже ничего сказать не могут Просто глаза у них как у кота и шрека становятся И они, вцепившись в кресло, сидят в всю турбулентность На самом деле, турбулентность это вообще ни о чем Самолет выдерживает абсолютно любую турбулентность Это правда, и бояться вообще за это нечего Надо понимать, что мы летаем на пассажирских самолетах Конечно, нам хочется максимального комфорта Но если мы едем в машине, и нас трясет Мы даже на это внимания не обращаем Но почему-то, когда мы в воздухе, нас это пугает Здесь тоже хочу дать такое сравнение Я на самом деле летал и не такой дальнемагистральной авиации На бортах реактивных, которые взлетают выше 10 километров в небо И летят, скажем, в субстратосфере, где достаточно спокойно Вы полетаете на высоте 3-5 тысяч километров над землей Вот тут-то жути будет много Поэтому, честно скажу, там будет трясти вообще не по-детски Намного сильнее И поверьте, реактивный самолет это просто мерседес бизнес-класса Поэтому можно спокойно лететь и даже не бояться Так что не переживайте за турбулентность вообще ни за какую Какая она была бы, самолет его держит Не забудьте о том, что весь полет контролирует не только пилот Но его контролирует автоматика Не все отдано в руки пилотов Многое отдано автоматике, дабы избежать каких-то ошибок И пилотирование, и еще чего-либо, да Поэтому очень часто даже самолеты садятся, да, на посадку В том числе под автоматикой Поэтому мы переходим плавно с вами под, наверное, две вещи Наверное, для людей, которые тоже боятся Это взлеты и посадка На самом деле здесь тоже люди как-то странно делятся, да Одни безумно боятся взлета Другие безумно боятся посадки Но не боятся взлета и наоборот Нет таких, кстати, людей, кто боится и взлета, и посадки Обычно либо то, либо то Вот как ни странно Здесь на самом деле можно ответить Поговорка пилотов, что взлет опасен Полет прекрасен Посадка трудна На самом деле, как бы, оно так и есть, да Потому что все какие-то ситуации, которые могут возникнуть Они возникают на самом деле Либо на взлете, либо при посадке, да Это, конечно, какие-то вопросы, да Которые мы видели, смотрели, видели Они возникали, но они возникали в этот момент Ну, опять же, здесь скажу, что бояться не надо Да, надо спокойно садиться с самолета и лететь Потому что с самолета все проходят тестирование Все они обслуживаются Сейчас, может быть, кто-то возразит Ага, я видел, как там обслуживаются Как попало, там пришли, проверили Но сейчас я вам расскажу свой следующий Случай жизни, и вы поймете Так что, да, полет и посадка Это некие, скажем, более-таки, наверное, экстремальные вещи Да, для самолета Но, тем не менее, бояться не надо Как бы садитесь, спокойно и летите Вот, напомните, что Ну, кстати, вот здесь, как ни странно Как раз люди боятся Не взлетов очень часто и посадок А как раз именно полетов А полета вообще самого бояться не надо Это я вот к этому даже вел Теперь давайте поговорим об одной истории Которая у меня была Я вылетал из Москвы Сейчас уже не помню По-моему, в Новосибирск И мы сели в самолет Если не ошибаюсь Уральских авиалиний Сели, все как положено, все нормально Должны были уже вылетать Было уже время часов 11 вечера Все уставшие Понятно, у кого-то разница во времени Но по итогу Самолет стоял, стоял и стоял И стоял И стоял Уже некоторые пассажиры начали нервничать Там уже даже Какие-то угрозы пошли в сторону Бортпроводников Что у нас там, говорит Крыло отвалилось Бортпроводники уже там не выдерживали Кто-то даже ему ответил Голова, говорит, отвалилась Ну, вот даже до такого дошло Потому что люди прямо уже нервничали Потому что все устали, да, знаете С Москвы возвращаются Еще очень много В состоянии Алкогольного опьянения Да, там С работы там Командировочной И так далее В общем, очень долго стояли В итоге пилот объявил Нам всем Сказал, что Дамы и господа Самолет не может пройти тест И я принимаю решение О смене воздушного судна И вот вы знаете Здесь все по-разному Отреагировали Но для меня это было Очень крутым Скажем, таким Пониманием того, что все-таки Самолеты Тестируются И проверяются И все делается Как положено И ни один самолет Не взлетит Никогда Пока он не будет полностью Обслужен, проверен Не пройдет тест системы И многие там потом Когда садились в другой борт Начали Там, говорят, мы оставим Там конфетку Жвачку куда-нибудь засунем А вдруг это тот же самый самолет Ну, нам дали абсолютно Другой борт Это правда Достаточно быстро Через полтора часа И мы все Благополучно улетели Поэтому Я очень попрошу вас Относиться К работе Наропилотов С уважением Соответственно Не бояться Потому что Еще раз говорю Все-таки полеты Они на самом деле Прекрасные Летите Наслаждайтесь И вообще Ни о чем не думайте Потому что На самом деле Все, кто пролетают Смотрят везде Особенно если днем Да бывает и ночью Красивые виды Ну, где вы такие виды Еще увидите Думайте об этом Смотрите на Вокруг Что у вас происходит Ну, а для тех Кто все-таки Очень сильно Все-таки Переживает И боится Еще никак Не может С этим Справиться Я дам Несколько советов Они, кстати Очень классно Работают И я сам Так делаю И даже сейчас Так иногда делаю Когда бывают Какие-то ситуации Возьмите С собой Во-первых Какую-то литературу А лучше Возьмите для себя Какую-то задачу Которую вы хотели Решить Но давно Не могли Давным Давно я читал Про одного ученого К сожалению Забыл его фамилию Достаточно известный Он очень много Открытий сделал Да, японский ученый И вот он что делал Он Думал о чем-то И у него мысли Когда не посещали Толком Как это додумать Он брал карандаш Специальный Который пишет Под водой Бумагу специальную Которую пишет Под водой На которой можно писать И нырял в бассейн И думал Об этом О чем он хотел Решить Свою задачу И Ему не хватало воздуха Начинало тело Бороться И в этот момент Он думал еще больше И именно В этот момент Его посещали Супер крутые решения Очень много идей Он Как раз оттуда И взял Вот таким способом Поэтому вы можете Делать абсолютно То же самое В самолете Вы можете полететь И как только вам Станется страшно Попробуйте подумать О той задаче Которую вы не могли Решить до этого Или какая-то Та задача Которую Ну вы хотели Решить Но как-то Не задумывались О ней И направьте Весь свой страх Весь вот этот Скажем Негатив Страх Вот все Что есть В решении Этой проблемы Поверьте Вы просто Будете в шоке От того Что вы сейчас Напридумывали Записывайте сразу Потому что В этом состоянии Очень тяжело Потом вспомнить Лучше прям сразу Пишите в блокнот Куда-нибудь Телефон Или записывайте Прямо свои мысли Они будут у вас Просто лететь Со скоростью Самолета Того же Скоростью света И по итогу И пролет у вас Пройдет прикольно Да И задачи Очень многие решатся Я на самом деле Очень часто Таким советом Сам пользуюсь И на самом деле Для меня Это единственное время Потому что Я очень часто Работаю с вами Дорогие туристы Общаюсь И в самолете Для меня Это несколько часов Спокойной Рабочей атмосферы И я спокойно Занимаюсь своими делами И меня никто Абсолютно Не отвлекает Ну понятно Как с детьми летим Но тем не менее У меня есть Как минимум Час Своего личного времени Ну вот Так что Вот этим Хотел поделиться И напоследок Скажу Все-таки Чтобы немножко Дегти подброшу В эту всю историю Чтобы Не было Все абсолютно Радужно На самом деле В моей жизни Еще был опыт Это опыт Полетов На Самолетах Наверное Такого Старого Производства Ан-24 Вот в это Современное время И Ту-154 Вот Не так давно Их только Все сняли Я был Вот это Друзья Как бы да Вот это Действительно Страшновато Когда я взлетал Помню Из Новосибирска На Ан-24 Летал В Кызыл В Ту-154 Вот это Может было Не терпеться Во-первых Как бы Он Очень старый Он не заводился Никак Его там Аккумуляторами Прикуривали Чуть ли Столкача Не заводили Он кое-как Взлетал Эти пропеллеры Это просто Вот реально Ты реально Не знаешь Летишь Ты долетишь То у него Шасси там Не складывалось То оно Не выпускалось Там Ну просто Был трэш Мне на таком самолете Приходилось летать Наверное Раз пять И лететь было Два часа Но мне казалось Что просто Прошло дня два Поэтому Наверное Для тех Кто очень боится Я бы Особо тщательно Выбирал Борта Самолетов При покупке И Эта информация Всегда на самом деле Есть Понятно Что на чартерные Программы Например Там в Турцию Да Или Эмираты Или еще куда-то Не летают Такие самолеты Но если вы где-то Путешествуете Внутри страны То обращайте Внимание на борт Конечно На АН-24 У вас просто Вы там Закончитесь Как говорится Да Если очень боятся Боитесь летать Даже те Кто не боятся летать Это Ну очень мало Удовольствия Поверьте мне То же самое На Ту-154 Но правда Их уже сейчас нет Я как-то летел И Когда самолет Приземлялся У него была Такая жесткая посадка Что чемоданы Поваливались И люди не то Что там Испугались Они просто В панике Ничего не могли сказать Самолет Кое-как Протащил его Кое-как остановили Ну в общем Старая такая Совсем Старая техника Еще такого Советского Совсем Производства Конечно На ней Жутковато Летать Это да Но Опять же Перейдем к радостной Ноте Да Сейчас у нас летают Комфортабельные Самолеты Аэрбас Боинги И так далее Импортного производства Достаточно Большими Все налетами С классной Базой технического Обслуживания И я бы даже За это не переживал Тем более Конечно Пилоты На такие рейсы Приходят тоже С опытом Хотя и на тех Наверняка Тоже все пилоты С опытом Давно летают И для них Это нормально Но все же На наши основные Направления Туристические Летают все-таки Реактивные Самолеты И я все-таки Призываю вас Не бояться А среоточиться На отдыхе Комфорте Наслаждение Полета И получать От этого Наслаждение Надеюсь Был вам Очень полезен Подписывайтесь На мои соцсети Есть в инстаграме Веду на ютубе Всегда Можем мне написать Напрямую Ватсап Если у вас какие-то Вопросы Постараюсь Сюда Ответить Помочь И услышимся В следующих Моих аудио Рассказах С вами был Павел Георгиев Компания Георгиев Стрэвел Пока Субтитры сделал DimaTorzok